доброе утро друзья давайте сегодня поговорим на тему что надо для того чтобы брать информацию объективно сразу схема игровое поле объективное восприятие это то восприятие к которым мы привыкли с детства нас учили в школе что этот мир существует вне нас не наших знаний о нем вне нашего сознания и мы в этот мир пришли голыми уйдем голыми и мы влиять на него не можем только в тех пределах когда мы проявляемся в нем там как слесарь сантехник водитель еще как кто-то да и человек приходя в жизнь сразу имеет определенные социальные шаблоны для того чтобы социум его принял есть программы совести специальная и он полностью через вот эти набор программ готовых вливается в объективное восприятие объективное восприятие это коллективное восприятие то есть здесь есть коллективное информационное поле коллективные программы и ведущим здесь и управляющим всеми процессами является программа ума программа ума она с детства у нас набирается она дается нам на одну жизнь и она активно пополняется программами Какие программы для того, чтобы проявляться в социуме, для программы ума важны? Для нее важен сам социум, то есть социальное взаимодействие. Здесь же важны программы проявления какого-то. Здесь же важны программы конкуренции. Здесь же важны программы. Тут очень много программ, но самое главное, что цепляет программу ума, это важно. Это все очень важно. Это все очень важно для того, чтобы. И дальше идет вовлечение в коллективную игру. Задача программы ума – вовлекать. Вовлечение. По сути дела, это основная опция объективного восприятия. Есть у человека восприятие субъективное. Субъективное восприятие. В субъективном восприятии человек является творцом своей реальности, создателем. Здесь он создатель. А здесь он голый. Там, где человек является создателем, тоже есть программа ума. Только здесь основная его функция – дешифрация. Дешифрация информации. По сути дела, ум в данном случае раскладывает получаемые из своих недр, из глубин подсознания сигналы. По сути, это цифровые коды. И он их дает возможность человеку интерпретировать в знакомые образы, какие-то состояния и так далее. То есть, уже информация интерпретируется. Ум по-прежнему продолжает работать с информацией. Только задачи разные. Здесь он дает человеку информацию из недр подсознания. Здесь он человека вовлекает во внешнюю игру. Вот эта часть нам и интересна, потому что в объективном восприятии получить объективную информацию крайне сложно. Вы будете очень сильно стараться, дергаться, как это делают наши экстрасенсы, играть в битву экстрасенсов. И при этом объективность информации будет близка к нулю. Но в восприятии, в котором пребывает инфодайвер, а это субъективное восприятие, здесь доступ к информации открыт к любой, потому что он создает эту проявленную реальность. Она создается в глубинах его психики и является продуктом его психики. И таким образом мы имеем два игровых поля совершенно разных. Субъективное восприятие и объективное восприятие. И их разделяет момент здесь и сейчас. И для того, чтобы войти из объективного восприятия в субъективное, надо пройти вот этот вот момент пребывания в моменте здесь и сейчас. Другой точки перехода нет. Когда я вам скажу, ребята, давайте вот вы сейчас погрузитесь в себя и перейдете из объективного в субъективное. Вот вы находитесь здесь, а вам надо перейти сюда. Скажите, просто это будет сделать или нет? Большинство людей скажет, ну не вопрос, есть куча, например, буддистских практик или практик на расконцентрацию. Я вот сейчас такой возьму хобана и сделаю. И вот человек начинает погружаться в себя. И его начинает выдергивать. Ой, молоко на плите убежало. Ой, там что-то. Вдруг чувство вспомнило больно. Вдруг еще что-то, вдруг еще что-то, вдруг еще что-то. Но самое главное, что пошли чувства. Хорошо, когда они у человека открыты. Но есть, например, кармические истории, где человек отказался от чувств. Есть отказ, и тогда они просто выключены. Рубильничка выключена. Либо они заблокированы. Либо человек, имея такое количество вот этих вот социальных программ, вовлечения, да, правильности, неправильности и так далее, которые еще оформлены блоками определенными энергетическими при прописывании в теле. Потому что блок – это ресурс уже на кармическую следующую какую-то историю. Да, то есть он уже отражен в теле, он будет в дальнейшем на что-то использован. И получается, что чувства у человека очень часто не работают, а переход через здесь и сейчас и через чувства. И каким образом освободить эти чувства из плена? Их можно подкорректировать, подредактировать то, что мы делаем при перепрошивках, и помогаем человеку сделать этот переход. И человек, кажется, все у меня, все есть, но глубины подсознания таковы, что вычистить человека невозможно. Да, вычистить все, убрать его. Ресурсные травмы, все подряд невозможно. Можно где-то освободить, где-то отпустить, подвести к такой точке, чтобы человек мог отключиться от объективного и войти. Просто сделать ему такой вот тоннельчик, да, и говоришь, вот в этот тоннельчик сейчас здесь и сейчас ныряем. Но в этом тоннельчике могут лежать еще программы какие-то по дороге. И тогда каким образом лучше всего поднять и сделать тоннель перехода для того, чтобы человеку легче было хотя бы раз прочувствовать, как берется объективная информация, как она идет. Потому что если у человека есть опыт, то опыт дальше запускает механизм веры в свои способности, и дальше уже движение сюда становится легче. Самое сложное здесь, вот этот переход. Хотя бы один раз, чтобы получилось, да. Для того, чтобы этот тоннельчик сделать, у человека надо взорвать программы. Каким образом лучше всего взрываются программы? Вот давайте посмотрим внимательно вот на эту вот часть. Это программы ума. И для того, чтобы у человека взорвать лучшим образом тоннельчик, где вот эти программы очень плотно упакованы, что оптимальным образом надо сделать? Надо посадить человека, приблизить к условиям, когда он будет совершать действия, да, парадоксальные. Эти действия будут требовать от него внимания и требовать от него внимания, усидчивости, исполнения. Обязательно, чтобы программа ума себя оценила, откалибровала, сравнила. Обязательно вывести на социальное взаимодействие, на обмен мнением. Обязательно сделать это мнение важным. Представляете, трэш какой. И после этого лучше всего запустить критику. Как я говорю, сделать провокацию. И у человека получается взрыв. И этот взрыв, он может перерасти в эмоциональный. Чаще всего перерастает, потому что человек не умеет контролировать свои эмоции. А может не перерасти. Может перерасти просто в осознавание. Блин, поднялся огромный пласт подсознания. И я его сейчас вывожу для того, чтобы и дальше сделать практики, уже конкретные практики на тренировку вот этой части. На те же самые взаимодействия с душой, контракты, еще любую, любую практику брать и делать. Просто тупо делать. Но сперва надо взорвать вот эту часть. И здесь очень важно поместить человека вот в эти вот условия. На самом деле, когда я говорю о вот таком подходе, это очень жесткий подход. Это значительно жестче, чем все практики, например, те же самые буддистские, медитативные и так далее. Когда человек может пять дней оторванный от социума или десять сидеть в медитации, бубнить и так далее. И так далее считать себя духовно просветленным. Но при этом у человека не происходит вот этого выброса, удаления программ. Не происходит осознавания, а происходит попытка просто тупо головой. Я бьюсь об стену, бьюсь об стену, бьюсь об стену. Нет, ты возьми динамит и взорви. Но динамита нет. И получается, что очень многие практики здесь неэффективны. А эффективно подвести оптимальный вариант. Это человека вообще выдернуть дней на пять из социума. Поместить в замкнутые условия группу, чтобы социальный контакт был наиболее взрывной. Чтобы там была и конкуренция, чтобы мужчины и женщины были вместе. Чтобы там была и конкуренция, и взаимодействие, и обмен мнениями, и важность. Чтобы все время нагнеталось важно, 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 важно. И в какой-то момент человек видит абсурдность. А что важно? Он пишет какую-то чушь, оценивает какую-то чушь, делает какую-то чушь. И вот эта чушь еще стоит денег. И вот эта вот чушь, она взрывает человека, потому что все, что вот здесь находится, это на самом деле трэш. Это чушь. И эта вот чушь забила вот это. И чушь можно убить только чушью. И таким образом происходит наиболее активный выброс, выплеск вот этих вот неэффективных, неэффективных социальных программ, представлений. Потому что, когда у человека вот этот путь не пройден, чувства не включены, и нет вот этого тоннеля перехода, то что мы имеем на выходе? Человек обучается большому количеству практик, ездит там по гуру. Я сама ездила 12 лет. Я сама ездила, я сама приглашала, и очень много где была. Я в конце расскажу одну историю, которая изменила мою жизнь. Но результат. Результата, результата нет. Результата нет, потому что нету... Вот пробивания вот этого нету. Нету отказа от глубинных программ. И есть куча представлений. А представления это тоже программы. Более того, когда человеку даешь самую простую технику... Ведь посмотрите, в инфодайвинге какие техники мы используем для работы? Радикальное прощение, легализация чувств и зеркало. По сути дела, этими тремя практиками можно перевернуть мир. Это реально глубинные вещи. Можно перевернуть, перешерстить все подсознание и прийти сюда. Этого достаточно. Но самостоятельно человек не работает. Не работает. А почему не работает? Потому что вот эта вот стена стоит, и ум работает, и вовлекает. И объективное восприятие не выпускает. И коллективное представление правильное, важное и так далее не выпускает. И человек пройти вот этот барьер сам не может. Это реально очень сложно. Я преклоняю сразу голову перед тем, кто этот путь прошел сам. Но таких людей я не встречала. Когда мы попадаем на поле субъективного восприятия? Здесь, конечно, объективность информации тоже может быть разной. Например, когда вы берете информацию из подсознания, там образы, вот у трех инфодайверов будут сидеть, и образы у всех будут разные. Ключевое будет информационная суть. Единица передачи информации – это суть. И привыкнуть брать суть, привыкнуть брать суть, сложно опять-таки. Этому тоже надо научиться. Здесь легче всего людям, как ни странно, тем, кто пишет, у кого есть писательский талант, либо журналистам. Журналистов отдельно учат, как тексты ужимать до количества знаков, сохраняя суть, и как суть перенести, например, в рекламный слоган. В три слова, в пять слов, и так далее. То есть сделать выжимку вот эту информационную. И у нас в субъективном восприятии единица передачи информации – это суть. Например, один человек видит, что тебя казнили, другой видит, что тебя сожгли, третий видит, что там было какое-то насилие над тобой, но насилие самого не видит. Но при этом человек лишился жизни. Все. Суть информационная понятна. И дальше важно решение. То есть мы берем ключевую информацию, которая сформировала ресурсную травму подсознания для того, чтобы ее достать. И когда мы точно попадаем в суть, ресурсная травма пробивается, энергия выходит, и мы можем дальше работать с человеком. И зачастую даже просто пробив и оставив, это уже изменить сценарий в жизни человека, и уже по-другому идет расклад тех же заболеваний, проявлений и так далее. То есть жизнь уже другая, уже кармическая история нарушена. Мы уже вмешались. По-любому будет влияние. Но этому надо научиться. И получается, вот на переходе между этой точкой, здесь напишу суть, да, между этой точкой, когда вы вошли, и этой точкой, получается наработать вот этот вот навык, брать информационную суть, выделять ее, вычленять, что действительно... Но видите, я скажу «важно», как только я говорю «важно», вы хобана, куда ушли? Ну, объективное. Не важно. И при этом важно. Здесь работает закон парадокса, который звучит так. И. Все существует одномоментно. И важно, и не важно. И. И, и, и. И поэтому вот в этом «и» очень важно вычленить информационную суть. И потом следующий шаг прийти сюда. Я создатель. Я специально не пишу «я Бог», потому что если я сейчас напишу «я Бог», то человек сядет в кресло и скажет «я Бог», я уже чувствую себя Богом, и дальше о нем новинки плачут. Я говорю о состоянии создания. Состояние, когда вы действительно можете влиять на эту проявленную реальность. Когда вы можете помогать в лечении, это будет эффективно. Когда вы можете выстроить нейронную связь, и она по вашему алгоритму, как вы ее выстроили, прорастет. Или наоборот, где-то разорвать, для того, чтобы выключить то, что происходило у человека в психике неправильно. И это проявится на материальном уровне. Это же касается ситуации. Вы влияете, и идет развитие событий по другой дороге. То есть идет другой расклад. Получается, что вот прийти вот в эту точку «я создатель», наверное, ну невероятно. Вот этот вот путь надо проделать. Если я скажу сложно, я вас обману. Если я скажу просто, я вас тоже обману. На самом деле есть люди, кому просто. Есть люди, кому сложно. И у каждого это будет индивидуальный путь. Этот индивидуальный путь зависит от количества программ, которые есть у вас как убеждения. И просто удаление программ «я осознаю, признаю» очень часто не работает. То есть даже когда человек осознает, и у него включен механизм боли как вариант развития, то сперва ему надо причинить боль, и тогда он осознает. А без этого все его сознания не обрабатываются психикой. То есть они яйца воедино не стоят. Такое тоже встречается у людей. Мы все разные. А есть люди, кому не нужна боль. И кто сразу вот раз пришло, и это пошло. И это другой уровень развития. Но в любом случае человеку так или иначе надо будет погрузиться в себя, уйти из объективного восприятия и тех вторичных выгод, которые оно дает, и тех разводов ума, которые он дает, прийти в субъективное восприятие, научиться вычленять информационную суть, и дальше прийти к состояниям «я создаю эту реальность, я создатель этой реальности». И тогда начинает работать и практики работы с информацией, и техники влияния. Тогда это все начинает работать классно. И здесь есть еще один такой нюанс, о котором бы я хотела упомянуть дополнительно, на который надо обращать внимание. Или имеет смысл обращать внимание. Когда вы взаимодействуете с людьми, например, к вам обращаются за помощью, посмотри, вы же информацию берете, как правило, для кого-то, очень мало кто сейчас тренируется в инфодайлинге и говорит «я это все только для себя». Очень многие увидели, что да, действительно, это реально бизнес, и этот бизнес сказывается в дальнейшем на собственном бизнесе, на собственном творчестве, на проявлениях, что это можно приложить к любой сфере деятельности. По сути дела, это приход к себе настоящему, приход к тому, кто ты есть по своей природе. Но сюда надо прийти. И на этом пути мы очень часто тренируемся, взаимодействуем с другими людьми. И в этот момент, обращайте внимание, люди бывают разные, и бывают всегда разные. Есть люди, которые пребывают в состоянии покоя, и есть люди, которые пребывают в состоянии активного движения. О чем я говорю? Вот представьте, кто-то едет на велосипеде, и для того, чтобы скорректировать направление его движения, вам просто несколько раз надо ему так раз в бочок, раз в бочок, раз в бочок, он руль потом скрилит и поедет в другую сторону, даже в противоположном направлении. И буквально несколько ваших коррекций, человек поехал по правильному пути, туда, куда ему надо было, куда душа просела. А есть люди в состоянии покоя, камень, лежащий на дороге. Вот он лежит камнем, и вы ему будете говорить то, 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 то. И он говорит, я же совершаю действие, я лежу. И оцените, сколько вам надо собственных усилий приложить на человека, который находится в движении, и на человека, который лежит. Да? Вот каждый раз, когда вы оцениваете взаимодействие с человеком, и оцениваете, помогать ему, не помогать, тренироваться с ним, не тренироваться, оказывать ему помощь, не оказывать, оцените, в каком он состоянии находится. Потому что даже лежачий камень, он же говорит, я буду действовать, я буду, но он при этом лежит. И у человека можете спросить, а какие действия у тебя намечены на ближайшее время? Вот из практики, из моей ответ, ответ, который пришел в октябре, человек пишет, я 15 декабря встречаюсь, а все остальное время, что ты делаешь? Вот, вот это лежачий камень. И когда вы встречаетесь с лежачим камнем, понимаете, что в данном случае, либо вы его несете, либо вы его оставляете лежать. Да, ну, другого варианта не дано. Да, у вас есть выбор. А когда человек едет, то тогда ему имеет смысл помочь изменить направление движения. Я думаю, немножко внесла ясность в то, каким образом в инфодайвинге все-таки приходится работать для того, чтобы научиться брать информацию объективно. И вот этот вот момент по уму. Еще раз оцените, углубьтесь и помедитируйте на него. Человек очень часто нуждается в социальных взаимодействиях. Очень часто. Всегда. И инфодайвер, который действительно уже серьезно занимается инфодайингом, кто дошел, что хотя бы он уже научился вычленять суть и уже играет на субъективном игровом поле, он не включается в треп, в обсуждение и так далее. Ему не надо тусовки, ему не надо массовки. Он давно приходит к состоянию, и глубоко приходит к состоянию, что он один, создающий, творящий. И этот один в дальнейшем раскладывается на все остальное. И это значит для того, чтобы взаимодействовать со всем остальным, нужно совершать действия. Представляете? И тогда взаимодействие инфодайверов звучит таким образом. Давай изменим погоду. Давай вмешаемся туда-то. О, а давай вот здесь пошутим. А давай. А давай. Как призыв к действию. Но ни в коем случае не призыв к трепу и разбазариванию энергии.